Краевые дорожники завершили ремонт 7-километрового участка дороги Канцк-Тосеева-Усте. Ранее на дороге были ямы, трещины, заниженные и заваленные обочины, испорченные знаки. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году здесь уложили новый асфальт, восстановили и укрепили обочину, установили металлическое барьерное ограждение и дорожные знаки. До наступления осени в Канцком районе пройдет ремонт еще двух объектов. Так дорожники восстановят участок трассы «Большая Уря», «Малая Уря» и начнут менять асфальт на дороге Ансыр-Макруша-Георгевка. Глава Канцкого района Александр Заруцкий встретился с жителями Шахтинского. Обсуждали судьбу местного клуба. Ему требуется ремонт и в скором времени это может стать возможным. Жители поселка решили поучаствовать в краевой программе поддержки местных инициатив. Еще на стадии подготовки к участию в программе шахтинцы могут выдвинуть и другие проекты – благоустройство детской площадки, установку спортивного городка и многое другое. Договорились работать сообща, потому что только в таком случае будет результат, отметил глава района. Мобильная приемная губернатора приедет в Бражное. 18 июля с 12 до 15 часов в передвижном комплексе мобильной приемной губернатора края пройдет личный прием граждан. Он будет в режиме видеоконференции с представителями Министерства социальной политики края и Министерства здравоохранения. Расположится он на администрации Бражинского сельсовета по адресу Бражная, улица Ушакова, 1А. Граждане могут обратиться по вопросам оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, работы пунктов медицинского обслуживания, льгот и дополнительных материальных выплат. С собой нужно иметь паспорт. Предварительная запись по телефону 8 391 61 32972. Волонтеры объединения своих Небросаемысканского района получили помещение для сбора гуманитарной помощи. Нашим волонтерскому движению глава района, Заруцкий Александр, будет видеть помещение, в котором мы собираем гуманитарную помощь для мальчишек на СВО. Здесь, в этом помещении, мы будем формировать посылки, принимать также гуманитарную помощь и встречать наших парней, которые приходят в отпуск. Семья Церих из Георгиевки победила в краевом семейном конкурсе. Наши земляки победили в главной номинации конкурса «Самая творческая семья». Им достался кубок. Из 22-х поданных заявок в финал конкурса прошли 9 семей из Уяра, Красноярска, Девногорска, Рыбинского, Балахтинского, Енисейского и других районов. Организаторы третьего большого праздника семейного творчества «Ближе» стал Краевой центр культурных инициатив. Рубрика подготовлена по информации пресс-службы администрации Каннского района.